Иисус рассказал им другую притчу. Царство небесное можно сравнить с человеком, засеявшим свое поле хорошими семенами. И вот когда все спали, пришел его враг, посеял среди пшеницы сорняки и ушел. Когда пшеница взошла и появились колосья, то стали заметны и сорняки. Слуги пришли к хозяину и говорят, «Господин, ты же сеял на поле хорошие семена. Откуда же появились сорняки?» «Это сделал враг», — ответил хозяин. «Тогда слуги спрашивают, может нам пойти и выполоть их?» «Нет», — ответил хозяин. «Когда вы будете вырывать сорняки, вы можете нечаянно выдернуть и пшеницу. Пусть и то, и другое растет до жатвы. А во время жатвы я велю жнецам собрать вначале сорняки, связать их в пучки и сжечь, а затем собрать пшеницу в мое хранилище». Рассказал он им и еще одну притчу. Царство небесное можно сравнить с горчичным зерном, которое человек взял и посеял в поле. Хотя горчичное зерно и самое маленькое из всех семян, но когда оно вырастает, то становится больше огородных растений и превращается в настоящее дерево. Так, что даже птицы небесные прилетают и вьюг гнезда в его ветвях. Иисус рассказал им еще одну притчу. Царство небесное, как закваска, которую женщина смешала с тремя мерами муки, чтобы вскисло все тесто. Все это Иисус говорил народу в притчах и ничего не объяснял без притч. Чтобы исполнилось сказанное через пророка, «Открой уста свои в притчах, произнесу гадание, скрытое от создания мира». Потом Иисус отпустил народ и вошел в дом. Его ученики подошли к Нему и попросили, «Объясни нам притчу о сорняках в поле». Иисус в ответ сказал, «Сеющий хорошие семена – это сын человеческий, поле – это мир, а хорошие семена – это дети царства, сорняки – это дети злого, враг, посеявший их – это дьявол, жатва – это конец мира, и жнецы – это ангелы». Как сорняки вырывают и сжигают в огне, так будет и в конце мира. Сын человеческий пошлет своих ангелов, и они удалят из его царства все, что ведет ко греху, и всех, делающих злое. Их бросят в огненную печь, где будет плач и скрежет зубов. А праведники тогда будут сиять, как солнце в царстве их Отца. У кого есть уши, пусть слышит.